здравствуйте дорогие друзья знаете на какую мы сейчас тему с вами поговорим потому что тем очень много важных и возможно стоит говорить о том о чем большинство людей мечтает о чем большинство людей мечтает счастье что такое счастье чтобы мечтать о счастье нужно знать что такое счастье правильно и предлагал следующую методику взять написать что такое счастье для вас вы пишите 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 первый раз пишите первый раз пишите потом выбрасывайте второй раз пишите выбрасывайте третий раз пишите что такое счастье для меня и это тоже выбрасывать почему выбрасываете потому что самые первые разы особенно первый раз будет скорее всего именно описание ухода от ваших личных страданий которые сейчас есть в том свете в котором вы привыкли об этом думать то есть в том свете в котором вам внушил социум внушила ваше прошлое внушил вас ваш негативный опыт и все сводится к тому что негативный опыт надо пропустить и стереть мы это все стираем первое написание стираем второе написание стираем третье тоже и эти как каждый раз эти описания счастья становятся все более и более чистыми от вашего негативного опыта может быть там на пятый раз у вас будет очень чистое описание счастья от души когда вы будете исходить из не и не из негативного опыта а из позитивного опыта и это будет наиболее наиболее чистое понимание вашего счастья тогда вы поймете себя лучше вы поймете того что хочет именно душа они эго и сможете понять к чему же стремится куда жить и это простая методика может выполняться годами месяцами или за неделю то есть не обязательно торопиться желательно не торопиться но обязательно ее сделать это то же самое что когда вы пишете какому-то человеку который вас обидел может быть чем-то как вы считаете первое письмо очень гневная критическая на следующий день и вы думаете чё же я вчера написал лучше другое написать второе письмо ему пишите но уже там критики почти нет но тоже есть какая-то обида на третий день вы просыпаете и думаете зачем же это то написал письмо и там же все-таки я какой-то слабак или но какой-то обиженный на обиженных воду вы четвертое письмо вернее третье письмо пишите еще более чистое уже уже от души то есть сначала нужно убрать эмоции убрать эмоции негативного опыта а негативный опыт берется из то есть негативный опыт рождает страх страх он создает все эти эмоции которые создают иллюзию эту иллюзию того что для вас является счастьем и потихонечку потихонечку убираем потихонечку это работа для вас лично и когда вы не кому-то это пишите для себя то есть не показывать это другим людям не выставляете кому-то это на показ очень тайна делайте такую такое очищение понятия счастья и вас потихонечку что проходит страсть жадность и эгоизм а возникает что на место этого истинная любовь к себе к своей душе понимание своей души и маленькая усмиренная эго жизнь легко знаете это вы ощутите по истечению вот этого опыта когда вы 5 напишите может быть до 7 дойдете ли там до 9 это неважно главное дойти до полного спокойного состояния радости спокойная радость когда вы вдруг осознали вас посетил инсайд что же для вас является истинным счастьем тогда вы не можете не ощутить это чтобы добрались до конечного пункта на момент сейчас конечно там 10 лет возможно это изменится через 20-30 лет или следующей жизни но это уже нужно сделать сейчас потому что чем дольше вы живете в иллюзиях того что вы хотите быть я хочу того то а вы ли это хотите или вам внушили это это не ваше где-то из-за негативного опыта из страха своего рода вы строите вот на этих пунктах подсознательных которые у вас есть подсознание возможно вы их не описывали именно словами возможно описывали и все ваша жизнь строится на этих иллюзиях поэтому нужно это писать очищать 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 стирать или сжигать может быть даже вот не сжигать вот и тогда тогда вы узнаете что тогда словами можно долго писать но незачем всего доброго до новых встреч подписывайтесь на канал и ставьте лайки и дизлайки или пишите комментарии я очень буду рад всего доброго